всем привет дорогие друзья всем привет любители аф и кашечки с вами ерна и сегодня немножко информации по игре и первое что бы хотел с вами обсудить это будет пак на 45 тысяч кристаллов многие меня спрашивают насколько выгодно выгодно пипец как друзья потому что ну во первых у нас уже этот четвертый пак 1 с таймером когда вы начинаете играть в эту игру потом если вы не успеваете купить он пропадает и он идет с первой главы вплоть до 19 2 пак идет с 19 до 26 и стоит он точно так же потом с 26 до 31 из 31 до 35 4 пак и он идет без таймера то есть купить можете в любой момент многие начали писать в комментариях допустим на реддите также на китайских серваках что блин купил пак на 45 открыл пару раз вастрозал и поймал одного героя да такое тоже может быть друзья но кто вас заставляет туда сливать все кристаллы ну не знаю проходите фракционные башни получать и астрокарты ловите на эти астрокарты ту же самую таллину ждите чп-шечки то есть ну игра то и называется афк тут не надо торопиться а эти кристаллы можно потратить на призыв за три косаря да и поймать какого-то конкретного героя и таким образом вы прокачаете больше героев которые вам помогут в более поздней игре но с учетом того что у нас было как раз таки послабление этапов компании с 33 до 36 они конечно же сделали специально я объясню почему потому что у игроков иногда не хватает героев чтобы проходить ключевые этапы а на ключевых этапах вы меня извините знаете там ранее только 5 пятерка после 33 главы 32 этапа она была слабее чем оставшиеся четыре теперь получается у нас уровень противника понизился с 565 или 500 по моему 45 я не помню до 504 это очень сильное понижение также первые три пачки они более-менее сильные то есть это надо просто три команды собрать а к этому моменту вас уже эти герои прокаченные будут но раньше раньше чтобы собрать было четыре пачки а то и пять было сложнее но теперь четвертая команда она гораздо слабее видите слабее и пятая команда она вообще на легенде а даже местами где-то на мифике понимаете в чем прикол они это делать чтобы не потерять базу игроков которым становится просто неинтересно это правильно но дальше они идут что делают они добавляют просто очередную главу компании она называется у нас как город тысячи памятников это вроде как сороковая да и тут написано в истории что этот город таит в себе какие-то невиданные чудеса а также чудища которые это все дело защищают ну когда туда дойдут наши мастодонты киты они на пятой точке все прочувствует насколько там жесткой насколько там интересно если они дальше будут допускать такую возможность добавлять этапы компании и вот эти главы компании это будет полный бред друзья потому что я бы на их месте на сороковом остановился ну вот на 40 главе и просто бы сделал откат то есть как это выглядит когда игрок доходит до сороковой он просто нажимает далее попадает на первую главу то есть он откатывается на первую и она становится для него сложнее и опять идет до 40 только уже в усложненном варианте так делают многие проекты почему они так не хотят делать непонятно но может быть они еще сделать но в общем 40 глава есть и послабление с 33 по 36 это понимаете это сделано специально также была информация по сбросу героя то есть перед вашими глазами сейчас появится картинка тут нарисована доли также внизу какие-то сундучки то есть видимо когда мы будем сбрасывать героев то там будет сбрасываться сразу эти сундучки корм а также возможно сундуки со сменой героя то есть вы открываете сундук и берете то количество героев каких-то определенных фракций до смотря какого героя скидывайте из фракции и обмениваете на других и таким образом вы можете делать разную комбинаторику ну допустим начале вы качали там я не знаю шемку шемка свою актуальность потеряла и вы захотели перекачать один а или вы допустим прокачали не знаю там торона а потом решили в более поздней игре прокачать грежу его и вот таким образом мы будем сбрасывать не знаю будет ли сбрасываться полностью герой с его прокачанной персональкой а также с прокачанной мебелью и как это вообще будет реализовано или просто будет сброс его копии или фиг его знает я не знаю может мы терять будем что-то я пока точно не знаю это пока первичная информация друзья вот как то так потом идет картинка экспедиции у нас она запущена будет 3 получается марта потому что в понедельник накатит обновление и через два дня будет как раз таки анонс регистрации экспедиции то есть если 3 у нас это среда то 3 начнется в четверг продолжится в пятницу будет подбор и в субботу как раз таки мы в пять утра стартанем по моему уральскому времени а в 3 по москве это произойдет также там будет новый босс он отрисован сейчас вы видите анимацию ну неплохо чем могу сказать прикольно связи же все срисовали но как он будет бить и какие у него будет навыки мы с вами конечно же разберем ну и также давайте посмотрим какие в экспедиции награды вроде как они нифига не изменились и кстати я уже тут зарегистрировался получается в это воскресенье да то есть сегодня еще подбор идет потом завтра он идет потом идет сегодня у нас пятница завтра суббота до воскресенье воскресенье получается старт ну и награды то есть награды вот такие три косаря платите потом три косаря возвращаете на герцоге и на принце получается три косаря получаете плюсом в этом сундуке все как было без изменений в этом точно так же ну и здесь да вы скорее всего будете брать эмблемы но не монеты по это точно друзья это точно вот такая информация в целом по игре ну что друзья пришло время тестов этого элуарда только проблема в том что когда я взял копию в тест на три дня он получился плюс 28 9 из 9 по мебели и фишка в том что как раз таки когда он прокачано плюс 30 тут вот эти дополнительные 40 процентов даются как раз таки к урону ваших союзников кто находится под этим щитом это как бы значимо но все равно мы можем посмотреть на что он способен давайте подеремся один бой на тридцать девятом и второй бой на сороковом я не знаю какую команду тут надо собрать я хочу поставить отталию оттали у меня на максималках вот мы можем также допустим поставить сюда твинов до твинов и посмотрим вообще насколько быстро он наберет энергию и закинет щит а напоминаю что щит он закидывает когда он прокастовывает свою ульту потом начинает читать заклинание и если допустим его ему не сбивают то он помогает всей пачкой ну и плюс затяжных боях он должен наносить урон как-никак но от вины ускорит и позволит ему это сделать без проблем но талия под щитом там конечно чудит вы посмотрите что это детка творит так пошла ульта масс урон неплохо он так тут вкинул опять ускорение от винов давай читай он должен посохом вот так вот 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 видите на всех щит и на ровы на щит наложил и на себя и на всю команду но слушайте прикольно не вот в этой команде в принципе он понравился чё поставил хорошего танка допустим альбеда можно заменить на хендрика твинов можно заменить на лику местами но конечно твины будет получше и они у меня прокачаны на максималке но кроме персоналки на плюс 40 у них плюс 30 но только каталия залетает щитом это по красоте та же самая допустим если у вас прокачано это в укреца тоже будет клёво сесилия антадра хотя в антадре тоже свой щит и в пвп под щитами вот этого элуарда или как его там алиарда они написали ну в общем будет забавно будет забавно ну как то так вот его щит работает теперь давайте посмотрим что будет в пвп мне интересно арена героев хочу поставить точно такую же команду допустим мичи они тут все кто с этим аэнзом кто еще с кем-то вот мы подеремся против такой пачки пачка гораздо сильнее чем я однозначно давайте мы сюда поставим также твинов ту же самую команду друзья ту же самую ровчанского я вот не знаю может быть его вперед поставить ну и поставим вот этого элуарда правда у нас нету контроля а тут контроль и тази и эзиш но я думаю что моя талия сделать грязь хотя там тоже эзиш на максималках ну давайте посмотрим за этой баталии я думаю вам будет интересно тоже по скоростью x1 вот он там запрыгнула там бьются идет защита ровно мне главное чтобы этот чудик успел ультануть так пошел контроль от азии у него получается весь урон от кого у него урон только от таллины от тази от винов и от и зижа но больше от таллины и зижа ну все и зиж там раскастовался и скорее всего сейчас будет попа боль плюс еще талина захилила а мои герои так вообще не про кастовку никакую не сделали ну давайте хотя бы x2 то это вообще какой-то капец ну там и здесь да и здесь под винами вообще не дает нашей команде ничего сделать сложновато короче против таких биться ну давайте горгона горгон пачка людей вот примерно равносильно чтобы уравнять шансы можно конечно сесилию поставить но я все-таки оставлю от талию и погнали но он сразу залетает в контроль от азии стоит и стоит курит бамбук ну тут хотя бы твины раскастовались ровно раскинулся и от талия наваливает а он опять стоит культ бамбук ну в общем когда вы будете встречать пачку с контролем этот герой я не знаю что он будет делать конечно в итоге всех убила талия от этого героя ничего не дождался 69 миллионов но он только ей дал щит получается когда она влетела и не неуязвимость да как бы это профит тут не поспоришь но развитие боя понимаете не было не было развития боя я не увидел то что хотел увидеть вот эти щиты как они будут работать ну вот допустим аэнс чё давайте попробуем у него нету масс-контроля то есть тут чисто урон и вся задача ультануть аэнсу и всех убить вот но тут гучить давайте посмотрим как это будет происходить а талия против аэнсу запинает ли она его или нет ну там альбедо защищает это проблематично проблематично но тут по крайней мере этот элуард вообще не стоит он хотя бы что-то делает и пошел ульт капец нет это не помогло короче вообще никак не помогло 15 миллионов а тоталии а вся остальная команда сдохла просто за секунды так это снова тот же самый изишь у сигурда тоже стоит там этот грёбаный аэнс ну-ка если на этого нападет тоже они стоит ну да и тут альбедо ну давайте кстати здесь посмотрим но тут тоже грёбаная тази и аэнс на максималках капец конечно аэнс альбедо это чит потому что если ставят другого героя там вообще пофигу ну тут что-то вообще током урон не прошел считая на всей команде не увидел но мы держимся друзья и это меня радует так пошла ульта он успеет щит наложить нет так твины ну короче не успел вот только сейчас он сработал если бы щит сработал раньше тогда в аэн скорее всего нас не убил и мы бы уничтожили эту команду друзья мы бы уничтожили эту команду но 22 миллиона 22 миллиона в затяжных боях он будет тащить друзья он будет тащить ну что друзья давайте подведем итоги вообще из этого видео во первых игра развивается спасибо разработчикам надеюсь вам дальше будет интересно это самое главное а по поводу элиарда или элуарда что могу сказать герой крутой он как раз таки должен контрить аэнза но мы с вами это не увидели блин обидно да потому что если бы он успел все-таки закинуть щит то аэнс вражеский нас бы не пробил потому что мы бы были неуязвимы и мы бы уничтожили эту пачку просто на изи просто на изи но чтобы так допустим не было во первых этот герой не должен быть наемником вы обязательно должны на него поставить как вариант зов если мы говорим о ранней стадии игры потому что у вас не будет вот этой вот книжки а у вас будет только вот этот вот рок как вариант да на набор энергии но в более поздний когда вы получите эту книжку и так как данный герой находится в классе магов вот именно поэтому они видимо его туда и поставили то как только вы ставите эту книжку он быстро набирает энергию подробно сразу начинает взрывать свои щиты и накладывает от прокачанной мебели 9 из 9 щит на всю команду стоит ли качать этого героя ради того чтобы контрить аэнза но я думаю что да стоит и многие в пвп это будет делать насколько это будет профит на в пве да будет профит на потому что тот герой который будет залетать в ряды противника он там будет просто не убиваемый какое-то время ну а если он будет также накладывать щит то ваша команда безусловно будет жить ну годный годный герой и я бы его качал и буду его качать однозначно друзья на этом все всех обнял всем охота отличных выходных друзья и уже скоро увидимся в следующих видео пока пока пока